здравствуйте друзья случай интересный расскажу вчера приходит письмо такое знаете солидное в конвертики и когда так поживешь некоторое время в соединенных штатах то начинаешь так с расстояния двух трех метров отличать конверт который просто пришел от конверта который пришел от государственной организации у них некоторый стиль такой присутствует в оформлении конвертов короче чувствую пишут нам от государства и это не не то что там какое-то экстраординарное событие нам все время чем пишут и от калифорнийского там и местные какие-то каунти там и и так далее всякие есть организации по разным причинам пишут но тут значит какая-то такая каунти из какой-то каунти что я такой и не слышал вглядываясь она находится в штате миннесота а штат миннесота это грубо говоря канадская граница а мы сами знаете калифорнии на границе мексиканской то есть можно сказать через всю страну дошла до нас весточка ну и такой найти плотный конвертик там много чего напихано открываю и интересно значит до конвертик на имя портнов компьютер скул кто кто там за старшего вот на портнов компьютер скул но я как за старшего открываю пишут что вот некий человек с русскими такими вполне фамилией именем отчества ну там без отчества там типа вася там не знаю кто пупкин вот есть они не пишут откуда есть информация говорят они что вася пупкин из миннесоты работал у вас в портнов компьютер скул а мы интересуемся этим делом по поводу алиментов которые с него причитаются в адрес так сказать ну кого положен в связи с чем говорят они просим вас заполнить и там целая пачка значит документов когда работал в какой должности работал сколько денег получал значит там ну и так далее я я собственно не стал вчитываться сильно в те вопросы так как пробежался но потому что вася пупкин у нас никогда не работал тем более в портнов компьютер скул не работают люди из других штатов у нас все местные вот сколько народу есть все местные и в общем да задумался я задумался и моя версия событий такова что вася пупкин где-нибудь написал что он у нас работал может быть у нас класс брал мне мне по имени трудно сообразить потому что если это класс онлайновый а из миннесоты человек он в онлайн он должен быть классе если класс онлайновый то я их больше знаю по именам скайпе а там отсутствует вот это вот фамилия имя ты редко у кого так в основном какие-то такие сами знаете как скайпе люди себя называют так что для меня это больше вот такого плана ну и еще я когда резюме делаю я все резюме через меня проходит я конечно помню более-менее если если было сочетание имени и фамилии и это наш студент которому делали резюме то я скорее всего его помню даже за последние там 20 лет помню у меня хорошая память вот ну и проверить можно посмотреть в общем короче этому человеку резюме не делали то есть либо он еще учится либо он когда-то учился но не не делал резюме это бывает либо вообще никогда ничего не ухом не рыло но просто его вот написал себе в резюме я не знаю сейчас допустим если есть жена которая сомневается в том что супруг допустим ей отстегивает достаточно алиментов она может его отслеживать возможности сейчас большие сейчас и мужья и жены все компьютерно грамотные вот и если человек где-нибудь там профайл какой-нибудь засветил там в социальных сетях или где значит жена видит а он там оказывается работает в портнов компьютер скул да так что может быть и знать как бывает вот человек такой типичный сценарий человек в школе учится ну там допустим онлайн его мы там делаем какой-нибудь проект он бабах там резюме слюпил начинает его вывешивать и пишет в этом резюме что он в портнов компьютер скул типа работает и тестирует этот проект я такое встречал не могу сказать что часто пошло предупреждаем что этого делать нельзя ну знаете как люди живые ты ему говоришь нельзя он понимает нельзя и все и вот это часто бывает в любом возрасте что маленькие что большие в общем так такой у меня сценарий был что вот выследили человека в социальных сетях стукнули в органы значит которые занимаются оплатой по он имплойменту в общем попался соколик и нам на него на 4 телега пришла да и это вот история у меня прорезонировала с историей вот этого айфона который принадлежал пакистанцу террористов который сам бернандин а там устроил теракт и вот как гордо стучал себя в грудь значит этот самый apple кричал что он не позволит там залезать в телефоны и что там они засмущали очень много народу потому что федеральное правительство требовало раскрыть один единственный телефон они все что они хотели это один единственный телефон в ответ на что apple и не только apple там еще народ подвалил они кручали себя стучали себя кулаками по грудям что фактически от них требуют чтобы вот они сделали такую отмычку ослабили бы безопасность и чтобы вот там дали доступ вообще ко всем телефонам и так далее и так далее и этого ничего не было и вот эти федеральные там орган они все время говорят нас интересует только один телефон и в суд они обращались только с одним телефоном и тогда а те стучали и стучали у их такая security понимаете спонтом и они еще так заботятся о своих customers но это вообще и вот они устроили такую пиарную кампанию а в итоге значит органы проникли в телефон без их участия и отозвали кейс из суда то есть они на них суд там подали чтобы решение суда было по поводу разблокировки телефона и оказалось но не такая уже у них и security чтоб понимаешь нельзя было туда залезть только только кулаками в грудь стучать вот и да и как только они этот один телефон взломали так они и отстали от этого apple им ничего от него не надо было кроме одного ясно телефона так что вот как то так у меня это все в сознании на одной волне проскочила просто в силу того что вот мы живем в таком мире технологическом где вроде все так прозрачно все можно достать добыть и так далее не такое все и сложное на самом деле то есть при желании ломается вот отдельный вопрос это отношение к тому что вот вопросы безопасности и вот это вот пижонство кулако груди стучание и это все на фоне вот скажем терактов там в брюсселе и мол я не знаю они рассчитывают продать больше телефонов террористам что ли я даже не знаю но в общем не симпатично на мой взгляд ладно я так получается мастодонт какой-то такой что помню времена когда ничего этого в помине не было и фантастические рованы были где ну там какие-то были ожидания что там телефоны там без провода вот и там машины без водителя вот а мы сейчас как-то живем в этом деле и пару дней назад я прочитал статью о дронах о том что в 2000 году ожидается что продажа дронов вырастет до 7 миллионов в год не имеется в виду чисто коммерческие дроны там для установки там нефтяных вышек там нет конечно речь идет о дронах всех подряд то есть это что amazon будет использовать для доставки это что будут использовать там для наблюдения за хайвеями там лесами полями лугами и прочим хочу это я не понял тут одна машина передо мной стоит что ли а я стою жду устаю жду да у меня урок друзья у меня же урок с утра а я думал тут много стоит думать чего не тут встали все сколько да тоже заболтался заболтался я с вами 7 миллионов дронов и сейчас значит пытаются какие-то законы к этому делу приспособить потому что ну кстати сколько в небе всего будет летать и надо определиться где можно летать где нельзя чего делать можно чего нельзя в частности вот вопрос сбивания дронов которые нелегитимно летают над твоим бэкьярдом например в общем это масса масса интересного там в частности есть такой вопрос кто управляет полетом то есть может ли дрон лететь просто от того что в него программу заложили вот допустим да со склада на мой бэкьярд и вот он летит себе на мой бэкьярд приземляется отстреливает там посылку и дальше уходит и по программе или есть какой-то оператор который за ним наблюдает вот на манер того как там самолеты в аэропорту да там диспетчеры отслеживают так далее то есть очень много юридических таких вопросов и практических вот такой мир интересный слушать а я помню мы когда получили отдельную квартиру это было большое событие я в книжке своей писал и так вам тоже рассказывал что вот шестьдесят третьем году мне было семь лет я пошел в первый класс и учительницы поднимите дети руки кто живет в отдельных квартирах и нас было три человека и мы были все из одного дома остальные дети жили в коммуналках это было как бы очень такое новое необычное дело под отдельная квартира и вот когда у нас появился отдельная квартира а до этого мы жили в такой в коридорной системе это когда длинный длинный коридор а из него как бы квартиры но в квартире нет туалета нет кухни там умывальника и так далее а есть отдельный туалет отдельная кухня там отдельный кладовочка даже там было на весь коридор вот ты приходишь на кухню на этой кухне там два десятка плиточек стоит она приходишь в туалет а там десяток значит кабинок вот как в общественном вот такого плана в такой системе мы жили и вдруг отдельная квартира и вот а дом этот был от воинской части где отец служил и часть была за забором вот буквально вот стоит значит самый дом забор а за забором воинская часть ну и телефон у нас появился телефон этот был я не знаю если кто-то помнит вот такие слова там через коммутатор вот но коммутатор был автоматизированный то есть там надо было с добавочным номером что надо было набрать какой-то номер а потом добавочный и вот тогда значит можно было там через какую-то девятку и там не знаю там семерку можно быть было выйти на городскую сеть а там допустим тремя циферками можно было там по всей этой воинской части шмонать но никто из нас там не не знал такого но мы как городской телефон использовали но это было это было привилегии вы не писать какой шестьдесят третьем году иметь даже вот такой телефон да вы чего да я помню уже восьмидесятые когда у нас со светланой была своя квартира кооператив мы приобрели в кабы я работал от кабы строил кооператив и вот значит у нас там была квартира так у нас там не было телефона мы мы не могли поставить для того чтобы поставить телефон нужно было проработать 10 лет на предприятиях связи вот если бы я 10 лет проработал в конструкторском бюро где я начинал работать а этом только четыре года был тот тогда бы мне так поставили вне очереди а так не было телефонов я почему рассказываю так по мелочи я помню первые калькуляторы я помню первые шариковые ручки когда они появились я помню многоцветные ручки там ручка на четыре цвета четыре стержня разных цветов китайские какие-то боже это вообще какая революционная была вещь я помню когда появились найлоновые рубашки и найлон это было нечто вы вы чего там дышать в нем не было возможности ничего ужасно на теле это все было но все были вот с этой с этим найлоном потом баллонья появилась баллоневые плащи так что вы чего были анекдоты знаете такие стоит очередь там подходит чувак и говорит там чё дают это хемингуэя а это лучше или хуже чем крем плен я не знаю но пара бутылок надо взять да значит 8 вот в таком мире а тут значит у нас дроны летают а тут значит у нас google обратился федеральное правительство соединенных штатов с просьбой и там отрегулировать некоторые вопросы связанные с автомобилем без водителя потому что по действующему ныне разделению обязанностей государство федеральное значит лицензирует автомобили а государство уровня штата лицензирует водителей и значит в данном случае что произошло водителя то нет и по законам штата калифорния например если я хочу сесть в автомобиль без водителей чтоб он меня отвез там бабушки в сан-франциско значит в этом автомобиле во первых там должны быть все органы управления не может быть автомобиль без того чтобы можно было управлять с помощью руля там и рычажков и тогда с другой стороны в этом автомобиле за рулем которого как бы особо нет должен находиться водитель который имеет действующий калифорнийский driver's license и это калифорнийское законодательство вы можете его изменить это законодательство но представьте себе что автомобиль пересек границу калифорнии и там приехал штат невада или там орегон и он теперь как бы нелегальный получается но в общем вот такие сложности когда водителя нет кто чего теперь лицензирует то знаете как интересно получилось вот и вот вот у нас обсуждают сейчас такие значит проблемы причем пишут что федеральное правительство очень как бы с большим энтузиазмом и с поддержкой значит к этому делу относятся новые дворнички я поставил она почище до сметает вот и такая вот жизнь давайте а мы то а мы то друзья хочется стукнуть себя кулаком в грудь и сказать да я еще помню время когда телевизоры были со стекли с линзой такой стеклянной куда воду наливали телевизор был маски экранчик а линза была с водой такая выпуклая стекло и вот я так выдвигали она на рельсиках было такое немножко выдвигали получалось что картинка крупнее как как интересно и все это в жизни одного поколения представляете вот те из вас кто помоложе там не знаю может вам 20 лет или там 25 я даже представить себе не могу чего вы увидите лет там через 35-40 куда все это докатиться прикатиться так что жуть вот на другой стороны такая жуть хорошая положить на вот появились социальные сети ведь раньше-то сети были только у кгб вот а сейчас получается что каждый может типа следователя там по социальным сетям чаще взломать сейчас умельцев много вот шпионит друг за другом жены за мужьями да вот даешь там мужу селфон смарт смартфон даешь ему а там тебя программка стоит а программка тебе рассказывает где твой муж или жена там или ребенок в принципе это делают для детей чтобы знать где ребенок но программка то она что где поставил там стоит вот а есть такие прям семейные специально вот на всю семью вот смотришь на экранчик и видишь кто у тебя где вот если он телефон не отключил конечно то есть на все есть свое решение вот не хочешь чтобы знали где ты отключил телефон батарейка села меньше и меньше остается такого приватного вот как у нас год прайвиси прайвиси теперь какая стройка идет серьезного справа я каждый день мимо проезжаю и там час отделочные работы начались вот снаружи так красиво таким под дерево сейчас а может может это и есть дерево но я думаю это синтетически конечно материал скорее сейчас очень красивые такие делают такой стиль появился современный металл такое оля дерево такое коричневое темно-коричневый там чуть посветлее очень красиво в строительстве материалы меняются просто с какой-то сказочной быстротой мы как мы строили дом в лос-алтас в 2000 там пятом шестом году примерно год у нас занял 2005-2006 и светлана очень подробно тогда вникала во все материалы у нас было там полторы тысячи фотографий разных плиточек мраморных и гранитных и кафель там и боже мой четок не было а потом мы уже занимались домом где сейчас живем но прошло может быть лет там не знаю семь мама родная там появилось столько всего чего не было до этого очень технологичненько и красиво и и дешевле намного и так далее на удивление просто казалось бы строительство консервативная же область не но не электроника конечно но но тем не менее очень и очень много инновационного там так что у нас по времени по времени у нас 9 43 то есть еще 17 минут до начала урока я можно сказать идеально приближаюсь к нашему офису а я нарядный в розовой рубашечке давайте это самое первый урок значит начинается новая группа сегодня давайте покажусь кей развернемся о у нас начинается новая группа full time то есть full time это в основном приезжий народ вот говорят чего вы это перестали в аэропорту встречать а да они сами представляете ни один человек вот целая группа народу ни один человек не попросил его встретить в аэропорту все как-то сами доезжают даже не за откуда они так берутся там есть несколько местных то есть мы бывает что разрешаем местным тоже это зависит от укомплектованности группы если есть приезжий человек моего туда в первую очередь то есть как у него приоритет но бывает что есть какие-то такие какая-то гибкость есть может быть несколько человек из местных тоже и мы в принципе хорошо относимся к тому чтобы перемешивать место с не местными чтобы у них круг общения такой был пошире вот но сегодня новая группа они начинаются раз в 9 в 10 недель то есть курс идет 9 недель но недельку мы еще берем там перерывчик так чтобы орг вопрос всякие порешать вот сегодня новая группа я сегодня такой красивый вот еду но урок обычно я веду первый урок за редчайшим исключением так для не знаю для атмосферы что ли или чтобы они меня в лицо хотя бы знали хотя многие сейчас смотрят наш канал и в лицо знают и так ну вот сейчас посмотрим обычно первый день начинается с того что мы им объясняем что автомобиль надо парковать в отведенном месте а то они его паркует там где не положено и на нас начинают жаловаться ну вот в общем все хорошо еще у нас есть новость что у нас на первом этаже соседи завелись вот остальную часть первого этажа то что не нашим занимает одна организация и у них много много помещений и они себе сами забили отдельный туалет посмотрите какая радость вот и фактически кроме нас туалетом на первом этаже больше никто не пользуется тем что был это большое счастье вот смотрите что у нас тут происходит значит никто не парковался на наших местах которые на которых нельзя парковаться поэтому я на них смело на одном из них и запаркуюсь все друзья счастливо я отправляюсь на урок